Доброго времени суток, дорогие детишки! А вот как было обещано, метнулся в кино, посмотрел художественный фильм Оно. Пардон за невольные стихи. Ну и для тех, кому нужно ревью за мало времени, фильм в общем годный. В целом годный, можно смотреть. Не скажу, что прямо роняя кал нужно бежать и смотреть, но на фоне всего того шлака, который появлялся в последнее время, и это довольно крепко сбитый такой середнячок, вызывающий в общем-то только позитивные эмоции в целом. Не без огрехов, конечно, там, но вот тем не менее. Понятное дело, что никаких там каких-то новых граней в жанре хоррора открываться не будут по мере просмотра. В целом их ожидать было бы глупо, потому что от первоисточника далеко не уйдешь, а именно от новеллы гражданина Кинга. И в данном аспекте имеет смысл даже сразу заметить, что лично я книгу, если и читал, то ни хера не помню совершенно об этом, поэтому можно с большой уверенностью утверждать, что скорее всего все-таки я ее не читал. Но насколько я могу судить из описаний сюжета там в интернетах книги, определенные расхождения, конечно, есть, но, наверное, они даже пошли на пользу. Один из тех немногих случаев, в общем-то. Потому что фактически вся мистическая хинея, которую нес Кинг у себя на страницах, там, повествования, она вырезана к ебеням. И оно к лучшему, потому что черепаха, создавшая всю вселенную, которую вырыгал из себя главный герой, ну, о чем вы вообще? Как бы, единственный момент, который мне был интересен, впихнут в фильм или нет, это сцены безудержного секса промеж несовершеннолетних. Там, если кто не знает, где-то по ходу, ближе к концу первой части книги, той части действия, которая происходила в 50-е годы где-то, да, в какой-то момент эта группа главных героев попала под какое-то очень сильное колдунство. И для того, чтобы вывести, значит, этих пацанов из-под заклинаний или что-то в этом роде, единственная девка у них там в компании Беверли, она с ними немножко со всеми потрахалась, для того, чтобы там как-то упрочить связь их группы, там, что-то такое, как-то, какая-то идиотская совершенно. Какое-то идиотское обоснование данному акту было. А я напомню, по ходу повествования им там всем, там, что-то 10-13 лет, как-то так, да. Не вполне понятно, как 10-летние там смогли трахаться, ну, ладно. Возможно, я чего-то не знаю. Ну, будем считать, даже если не 10, там, 12-13, но это уже можно, как бы, да. Ну, и вот, и вот Кинг написал, что они там все перетрахались, непонятно, осознанно пацаны это делали или нет, но вот Беверли уж точно осознанно. И там победили таким образом колдунство это самое. Так вот, мне было интересно, вставить это в кино уже или нет. Ну, понятное дело, что они не вставили, естественно. Ибо тогда просто фильм, скорее всего, до проката не допустили бы. Если вдруг кто не в курсе, в Америке цензура свирепствует гораздо более крутое, чем это было в любой тоталитарной стране. Вот. О чем вам, конечно же, не расскажут либеральные дегенераты, блин, потому что они предпочитают не замечать бревно в глазу. А вместо этого у них своя страна эльфов. Ну, не суть важна. Но факт в том, что секс несовершеннолетних на большие экраны выпустить, если бы и смогли каким-то магическим образом, там, завуалиров, да нельзя, да, типа. То все равно фильма при таком раскладе отхватил бы 18+, не меньше. Там некоторое количество кровища, в принципе, присутствует. Я не обратил внимания, какой рейтинг у фильма сейчас. Наверное, где-то близко к 16+, там, может, 14+, что-нибудь такое. Не знаю даже. Ну, вот, знаете, что этой сцены там нет, можно не ждать. Ну, я не сильно переживаю по этому поводу. Еще не хватало на 8 лет присесть за просмотр подобного. Ну, ладно, нет и нет. Ну, сюжет фильма, я думаю, пересказывать бессмысленно. Потому что многие из тех, кто пойдут его смотреть, наверное, читали книгу там или имеют общий... Ну, или хотя бы смотрели ТВ-мини-сериал, который там когда-то показывали в конце 80-х или начале 90-х. Я сейчас точно не помню. Я его тоже смотрел. Ну, если коротко, то сюжет заключается в том, что существует там в Америке, в Колорадо или где, некий город Дерри. Понятное дело, что у Стивена это был Мэн, ну, штат Мэн. А тут, по-моему, Колорадо или что-то такое. Не уверен. Не важно. В общем, существует город Дерри, в котором пропадают дети. И никто не знает, что за херня. И потом оказывается, что подобное происходит уже не первый раз. И вот в группе главных героев нужно выяснить, что вообще, собственно, происходит. И либо победить, либо быть сожранными этим самым клоуном, который является им периодически с целью напугать. Ибо он воплощение, там, не пойми чего. Ну, как бы мы-то знаем, но вот по фильму воплощение не пойми чего, которое питается страхами. Ну, и не только страхами, а еще немножко любит обгладывать разные части тела детишкам в основном. Из фильма, кстати, непонятно, он взрослых жрет или нет. Ну, не важно. Ну, детишек точно жрет. Ну, и вот в этом весь сюжет. А дальше уже локальные перипетии группы главных героев. Которые связаны либо с борьбой с этим самым клоуном Пеннивайзом, либо там еще более локальные, связанные с борьбой уже с тупыми предками, как это чаще всего бывает в кино. Либо там с хулиганами школьными. Что бывает еще чаще и уже откровенно обрыдло, прямо скажем. Но из плюсов фильма я немедленно могу обозначить два основных. Это методы, которыми пытаются пугать зрителя, хотя с некоторыми оговорками. Потому что где-то, ну, наверное, чтобы не соврать, половина, если не две трети как бы страшных моментов в фильме, это типа обычные джампскеры, типа когда что-то резко случается на экране. Или с громким звуком что-нибудь падает, там, двери захлопываются, кто-нибудь пробегает тенью где-то там. Ну, что-нибудь в этом ключе. Вот стандартные эти дурацкие достаточно ходы, которые, естественно, никому не интересны. И в данном случае, там, за редким исключением, пару светлых пятен там есть. Например, вот малолетний брат, ну, типа как бы призрак его, ну, по сути галлюцинация его, пробегает где-то там в коридоре мимо главного героя, да, и пробегает он в том виде, которым его этот самый главный герой запомнил. То есть там в тот момент был дождь, поэтому этот мелкий, он был в плаще там желтым, да, и у него в кармане была рация в Оки-Токи, через которую они со старшим братом общались, да. И вот когда он пробегает, эта рация издает душераздирающий скрежет, типа как помехи, да, из серии. Вот это очень-очень хорошо было, очень по ушам так ударило люто-бешено. Но с точки зрения постановки, вот это один из тех случаев, когда джампскер действительно хорошо выглядел, да. Но в большинстве своем они, в общем-то, ничем таким особенным там не отличаются, да. То есть они, в общем-то, вызывают, ну, там, в зависимости от степени впечатлительности человека, да, который смотрит это там, ну, в моем случае они меня не пугали вообще никак, то есть я даже не дрогнул и не дернулся ни разу по мере просмотра. Вот, так что, ну, кто-то другой там более впечатлительный, возможно, там подпрыгнет в кресле пару раз. Но вряд ли, поскольку они в большей части своей достаточно предсказуемые, да, то есть их можно с большой долей вероятностью предсказать в том или ином месте. Вот сейчас вот выскочит какая-нибудь хрень или там что-нибудь случится такое громкое, допустим, да. Что не очень, конечно, хорошо, но это все, в общем-то, нивелируется тем фактом, что вот оставшаяся часть, оставшаяся часть страшилок, так сказать, она более визуальная, более аудиовизуальная даже, да, и служит тому, чтобы вызывать отвращение, и потому что очень грамотные, ну, в данном случае несколько нельзя применить слово «красивые», да, но таких гротескные персонажи и образы использованы, которые в свою очередь вызывают совершенно определенные эмоции, да, то есть не связанные, в общем-то, со страхом как таковым, да, но это, в общем-то, именно вот то, что и есть хоррор, да, или триллер. Когда у тебя откровенное отвращение вызывает происходящее на экране и как бы и одновременно притягивает это действие, то есть ты и от экрана вроде как не отвернешься, ну, и смотреть на это не очень хочется, настолько классные образы, опять же, использованы, ну, и звуковое сопровождение для них выбрано соответствующее. То есть как бы одновременно противно и приятно на это смотреть. Вот это очень грамотно сделано, такой-таки более психологичный элемент хоррора, который, возможно, в тех или иных местах злоупотребляет совершенно специфичными фобиями, да, которые могут быть у того или иного человека. Ну, естественно, основная из них – это широко известная в узких кругах боязнь клоунов, да. Но для того, чтобы понять в полной мере, что я имею в виду в данном случае, имеет смысл посмотреть, хотя бы даже пиратским образом скачать, да, то есть. В общем, аудиовизуальная часть в этом смысле очень хорошая, очень хорошая. Ну, если говорить о визуальной части, то она в целом. Операторская работа очень грамотная, мне понравилась. В целом постановка радует глаз. Вот, то есть, начиная от натурных съемок, специфических выборов, ракурсов съемки и так далее, и тому подобное. То есть много-много реально вот именно кинематографичных вещей, которые просто приятно видеть. Ну, а второй аспект основной и в данном случае главный – это актерская игра. Потому что, как известно, в любом произведении, где задействовано большое число актеров детей, или даже небольшое, а одного там ребенка актера задействует, в большой степени решительно все, то есть успех или неудача того или иного фильма зависит именно вот от перформанса этих самых детей. И широко известны случаи, когда они играют в силу своего возраста как говно, банально, и через это тянут за собой в пучину фекальных масс всю остальную картину. Здесь, к счастью, наоборот. То есть весь основной актерский состав детский, он выступил прекрасно, кроме там пары человек. Вот этот Негрил, о котором я так понимаю, что вообще не было в книге, насколько я могу помнить, конечно. И даже тут я не столько на книгу опираюсь, сколько на вот этот мини-ТВ-сериал. По-моему, там никаких Негрил не было. Но здесь вот его всталили ради соображений политкорректностей идиотских, естественно. Вот он выступил как бревно, откровенно говоря. И вообще ни к селу, ни к городу он там был. В целом в сценарии вот этот актер тоже никакой. Это вообще не актер, а хрень какая-то. И еще парнишка, который играл еврея местного. Я забыл уже, как его зовут. Там Фил какой-то или что-то такое. Вот он тоже как полено абсолютно выступил. Отвратительный актер, ничего не умеет абсолютно. То есть, ну, не знаю, может в будущем научится. Но сейчас это вообще без слез не взглянешь. А вот все остальные детишки очень даже, даже не то, что очень даже неплохо, а просто хорошо выступили. Прекрасно даже. Особенно Беверли, вот эта девка. Вот она в полный рост сыграла как следует. Ее явно, ну, это не дебют у нее. Она там во всяких сериалах, по-моему, снималась еще где-то. Не так много там было, насколько я помню, по МДБ. Прожектов, где она участвовала. Но в каком-то количестве картин она уже снималась. Ну, вот у нее явно впереди все прекрасно. Так что в этом акцепте, прямо скажем, приятно смотреть. И этому некоторым образом еще помогает, конечно, достаточно грамотно прописанные диалоги. Хотя тут не без оговорок. Ибо детишкам, я напомню, лет, ну, будем считать все-таки, что 12-13. Но периодически они там матерятся, как сапожники. Я бы понял, если бы это было свойственно только одному из персонажей, который там у них местный балабол, типа меня. Но они все периодически там факи всякие дропают, про члены что-то там и так далее. Ну, короче, как-то вот странно мне это было. Я с большой дойной уверенности могу заявить, что в 80-х годах, пускай даже и в конце 80-х годов, 12-13-летние дети так не матерились. Ну, это я вам по личному опыту скажу. По крайней мере, на территории бывшего Советского Союза. Возможно, в Америке у них в этом акцепте как-то по-другому дела обстоят. Не знаю. Но вот у нас точно такого не было никогда. То есть, конечно, были разные упоротые граждане из неблагополучных семей чаще всего. Но в основной массе таких вот, таких пассажей я наших детишек не слышал. Тогда, по крайней мере. Сейчас это понятно. Интернет ничему хорошему не учит. Ну, я в том числе, конечно. Но, тем не менее, я сколько угодно 12-летних детишек между собой разговаривающих с использованием матерка слышу регулярно. Меня это, конечно, не радует. Но, понятное дело, что закономерное вполне развитие событий. И вот здесь то же самое. Но лично мне это откровенно резануло слух. И мне кажется, что это не вполне правильно было использовано. Вот такая штука. Опять же, должен был один кто-то этим грешить. А все остальные, ну, нет. Тем более, что там они... Из неблагополучных семей там их не так уж и много. Там двое. А остальные, в общем-то, нормальные. Ну, типа, там даже интеллигенты в некотором роде. Не знаю, в общем, для чего это так сделано было. Ну, возможно, это связано с тем, что мне самому, как бы, вот лично мне просто не особо приятно из детских уст слышать вот откровенный сапожный мат. Ну, я не знаю. То есть, когда взрослый человек матерится, это еще ладно. Ну, тем более, в зависимости от ситуации, конечно, там по-разному. Ну, есть ситуации, когда и взрослый человек матерящийся меня тоже вызывает оторок. Несмотря на то, что я сам прекрасно владею всем этим лексиконом, так сказать. Ну, есть как бы пределы какие-то. Вот здесь они, на мой взгляд, были нарушены. Но вот если вот этот аспект не брать во внимание, хотя не получается его не брать во внимание, потому что он выпечен довольно сильно. Ну, неважно. Даже если изо всех сил попытаться и не брать его во внимание, то в целом диалоги построены очень грамотно. Но тут мы подступаем к еще одному нюансу, который можно, в принципе, записать, наверное, в недостатке. По крайней мере, в моих глазах. Ибо все это действие кинематографически и сценарно очень сильно мне напоминает сериал Stranger Things, который вышел там в прошлом году, там зимой или осенью где-то. Ну, недавно достаточно. Он на каком-то телеканале выходил, не на Netflix, а на каком-то другом. Там он достаточно короткий, по-моему, 10 серий тоже всего. Сериал, кстати, довольно годный такой, типа мистико-фантастический. Всем, в общем-то, могу смело его рекомендовать посмотреть, если кто его не видел. Но там совершенно специфические методы кинематографии были использованы, которые призваны были придать эдакий флёр, даже такой ретро-образ фильму. Потому что действие там происходило что-то типа в 70-х годах, по-моему, да, нашего, ну, прошлого века. Как-то так, то ли в 70-х, то ли в 80-х тоже. Что это такое? То есть, и вот там было совершенно определенно использовано приёмы, которые больше аутентичности добавили визуальному ряду картины, для того, чтобы как бы она действительно казалась из тех времён, 70-х, 80-х годов. И здесь то же самое используется. Причём используется до такой степени, что зачастую складывается впечатление, что я смотрю просто Stranger Things 1.5 из серии. Или 2.0. Как будто я второй сезон смотрю только в виде полнометражного фильма. Настолько визуальный ряд совпадает. И метод построения диалогов. И то, что один из героев Stranger Things играет здесь же, ну, в смысле, один из актёров, который там был, играет здесь тоже одну из главных ролей, нихрена не помогает. Не помогает настолько, что, прибежав домой, я немедленно залез на МДБ и посмотрел списки создателей, щедевроши того, что этого. То есть, типа, кто это всё снимал и писал сценарий. Оказалось, что ни там, ни там не пересекаются люди. То есть, это всё разные группы делали. То есть, разные режиссёры, разные сценаристы. Но сходство настолько очевидное, ну, по крайней мере, для меня, что вот это уже превращается некоторым образом в недостаток. И могу с большой долей уверенности утверждать, что для любого, кто этот сериал смотрел, этот факт будет предельно очевиден. И как-то не вполне понятно, как так получилось. Вроде как начало производства Оно не совпало как бы с релизом первого сезона Stranger Things. Соответственно, вроде как вдохновления черпать из него они не могли. Ну, или что-то такое произошло, что вот у этих, кто делал Оно, совершенно стойкие ассоциации возникли, вот, исходя из того, что они видели в этом сериале. Как так? Я не знаю. Может быть, я просто не знаю, как точно это всё по временной шкале совпало. Может быть, сначала всё-таки случилась премьера Stranger Things, а потом они начали снимать Оно, или там как-то у них параллельно это производство шло. Потом случился релиз сериала, и они начали черпать оттуда. Настолько людям понравилось, и вот они брали оттуда уже какие-то аспекты. Я не знаю даже, как так получилось, но вот это очень сильно бросается в глаза, и зачастую начинает просто мешать банально. Как-то вот так. Странно очень, в общем, всё это мне. Очень-очень странно. Ну, а в остальном, можно, в общем-то, сказать, что фильм некоторым образом затянут местами, потому что идёт он что-то типа 2 часа там 15 или даже 20 минут, довольно продолжительное, в общем, время. Но оно понятно почему, с одной стороны, потому что невозможно было материал из первоисточников впихнуть в один полнометражный фильм, с одной стороны. А с другой, там были ряд моментов, которые, в общем-то, можно было даже и не вставлять в фильм, и добрые полчаса сократить. Но вот почему-то никто не решил это сделать. В итоге пару раз всё-таки повествование проседает. И, например, в начале, после основной завязки с малолетним братом главного героя, с этим Джорджи или как его, завязка очень классная, да, то есть, ну и довольно гротесная, опять же, потому что, ну, ребёнок там 6-7 лет максимум, а ему, его этот клоун просто нагло сжирает, то есть, откусывает руку, там фонтаны, кровищи под дождём, там, там, красиво всё это, конечно, выглядит, но с ребёнком, когда такое делают, ну, как-то я не привык подобные вещи видеть в кино. Вот, то есть, довольно мощный ход, прямо скажем. Но потом, там, в следующие полчаса буквально решительно ничего не происходит. И идёт становление сюжетной линии основной дальше, да, то есть, типа, там, раскрытие персонажей, характеров главных персонажей, там, и так далее. Как они друг с другом познакомились, и всё в таком ключе. Ну, вот, как-то очень это, как-то очень затянуто, реально, вышло у них. Не знаю, не скажу, что прямо вот у меня было желание, там, перемотать фильм, ну, понятно, делаешь, как кинотеатры, у меня бы и не получилось это сделать. Но, если бы я смотрел это дома, то, возможно, даже рука потянулась бы к пульту, дабы немножко отмотать вперёд. Ну, уж, по крайней мере, я могу с уверенностью, опять же, утверждать, что у какого-то количества зрителей такое чувство возникнет стопудо. Вот, и, следовательно, действие таким же образом примерно, ну, где-то раза 3-4 по ходу фильма проседает. Вот, и, в общем-то, этого можно было избежать, на мой взгляд. Немножко по-другому повернув сценарий. Но, в целом, всё равно смотреть довольно интересно, поэтому, в общем-то, такие, наверное, минорные вещи можно и простить. Просто всё это ведёт к тому, что фильм решительно невозможно будет смотреть по второму разу, допустим, пересматривать. Не то, чтобы это и вообще нужно было. Если, конечно, не брать в расчёт то, что они собираются вторую часть запилить. Ибо первый, вот этот фильм заканчивается словами, типа, «Оно», глава первая. Ну, всё и по тем же причинам, что, типа, нельзя было весь пласт информации первоисточников впихнуть в один фильм. Пускай даже и двухчасовой, поэтому они разбили. Тем более, там две ярко выраженные части у новеллы были. То есть, одна в 50-х годах, другая в 80-х с детишками и с уже повзрослевшими детишками. То есть, и там было два выхода, в общем-то, у создателей уже художественного фильма. Это, типа, либо завальцевать сюжет на одной картине, то есть, сделать так, чтобы она полностью в храниметраж одного фильма уложилась. И таким образом, правда, пришлось бы существенно отойти уже, вот гарантированно существенно отойти от оригинального сюжета. Но, а второй путь был, типа, вот разбить на две части и сделать так, как в книге. То есть, вот у нас одна часть, там, 50-е, ну, в данном случае, 80-е года, а вторая часть по книге 80-е, а здесь, видимо, будет 2015-е, потому что раз в 27 лет происходят всякие непонятные события в городе. Хотя, кстати, в книге, по-моему, было 30 лет, а тут 27 почему-то. Не знаю, может, в книге тоже 27 было, я, честно сказать, даже не помню. Ну, допустим. Ну, в общем, вот у них было два пути развития, и они вот выбрали вот этот, который подразумевает, ну, как минимум, два фильма. Ну, потому что третий там делать вообще я не вижу никакого смысла. Ну, два точно, да, то есть, ну, окей. И поэтому, когда выйдет второй фильм, получается, что многие захотят, возможно, освежить в памяти, что там происходило в первом. Ну, и пересматривать вот эту первую часть будет уже довольно-таки нелегко, ибо все пугающие моменты мы уже видели, да, то есть, они каким-то, какое-то удивление там или оттороп вызывать уже не будут, а вот эти просадки сюжета будут откровенно вызывать раздражение. И поэтому это не тот фильм, который можно было бы пересматривать несколько раз, просто потому что он не для того сделан. Так что, если кто пойдет смотреть, вот готовьтесь к тому, что периодически можно некоторым образом заскучать. Вот. Ну, не то, чтобы это нельзя было пережить, но факт остается фактом. Потом, что мне вот очень решительно не понравилось в фильме, это музыкальный ряд. То есть, он... Сами-то песни неплохие, но они ни к селу, ни к городу вообще. Никакого отношения к происходящему они не имеют, никак вообще не вписываются. Ни во что абсолютно, блин. Ну, как так получилось, я понятия не имею, блин. Ну, опять же, это надо слушать самому, видеть, да. То есть, там... Ну, просто вообще никакой связи между... То, что там картинка показывает, и исходящим звуком вообще нет абсолютно. Ну, совсем. То есть, не знаю, звукорежиссер в данном случае просто какой-то херней занимался, блин. Под кокосом, что ли, он там был, понятия не имея, но какая-то херня, блин. Произошла. В то время как, если вот в отрыве от музыки весь остальной аудиоряд, он прекрасен. Ну, вот я уже упоминал, да. То есть, вот звуковые эффекты, озвучки клоуна этого, его ипостаси разных, ну и так далее. Очень-очень круто, блин. Особенно, больше всего мне понравился безголовый мальчик в библиотеке. Ну, когда клоун там начал их поочередно пугать каждого своим, там, своим пассажем, так сказать, да. Ну, он же страхами питается, поэтому вот он их там начал подготавливать почву для того, чтобы их сожрать в итоге. И вот одна из этих сцен была вот с безголовым мальчиком в библиотеке. Очень классная. Вот это лучшая сцена, именно хоррор сцена вообще в фильме. Супер вообще, шикарная вообще со всех сторон. И в большой степени именно благодаря визуальным аудиоэффектам. Ну, и, конечно, что еще меня откровенно выбесило, это набившие оскомину мудацкие клише. А именно наличие каких-то идиотких хулиганов школьных, без которых, блин, ни один сраный фильм не обходится. Уже задрали вы с ними. Может, в книге, конечно, тоже они были. Я не знаю. Ну, мне насрать. Можно было вот их линию вырезать вообще полностью. Она ни к чему не ведет и ни о чем нам не говорит. То есть, совсем. Вот просто совсем. Я так припоминаю, вроде в телесериале там как-то мельком эта линия была озвучена. Да, и может, даже показали, как кто-то там огреб немножко. Но она не была выпечена вот как здесь. И она абсолютно нахер лишняя, блин. Уже просто задрала. Ну, и еще то, что у подавляющего большинства главных персонажей родители или предки какие-то реально упыри, блин, тупорылые. И причем они именно выпечены максимально отвратительным образом. То есть, ну, чтобы вызывало вот это все отвращение, да нельзя. У Беверли отец какой-то педофил, извращенец, на всю голову отбитый идиот, блин. Он, типа, явно желающий ее сносильничать немного в какой-то момент, да. Ну, у него ничего не получилось, понятно. Но не суть важна, блин. Какой-то мерзотный образ. Хотя он, конечно, сыгран неплохо, да. Ну, блин, нахер он нужен там? Ну, вот зачем? Ну, даже если это в книге было, но это тоже абсолютно лишнее. Там баба, мать одного из этих детишек. Тоже предельно мерзотная жируха, блин. Истерящая по поводу и без, блин, и все такое. Фу, блин, тоже какая-то дрянь, блин. Тоже без этого можно было бы оттись. Ну, почему каждый раз одно и то же-то, блин? Зачем вот эти мерзотные образы, блин? К чему они... В данном случае они как бы должны были, по идее, раскрывать персонажей тех или иных некоторым образом. Если в случае с Беверли это, в общем-то, наверное, даже получилось, да. Потому что вот эти типажи родителей мерзотные, они призваны показать момент преломления характера этих детей, как бы водораздел, после которого они начинают входить в стадию взросления, да. То есть, там, проявлять большую самостоятельность, проявлять какой-то характер или там определенные те или иные черты и так далее. То есть, как бы слом устоявшихся ситуаций у каждого из них в жизни, блин. Ну, все это ни к чему, и ни к селу, и ни к городу, блин. Просто в этом фильме это не нужно, потому что развитие их персонажей, их характеров, никакого отношения к борьбе с главным основным злом не имеет вообще. Да, то есть, потому что они... Ну, в общем, это просто не нужно было. Здесь тоже можно этот хрометраж сократить. И в целом, конечно, это тупо раздражает, но можно, в общем-то, наверное, простить. Но просто сам этот ход идиотский уже, ну, на такую оскомину набил, блин, вот с мерзотными предками, да. Ну, что уже дальше некуда, блин. Как вот надоело просто, просто надоело. В каждом, блядь, втором фильме подобного рода прием используется сколько можно. Так что, в целом, в общем, фильм, конечно, не без недостатков определенного толка, но ничего такого, что нельзя было бы, на что нельзя было бы сквозь пальцы посмотреть. Чисто аудиовизуально фильм хороший, актерская игра в целом хорошая, за редкими исключениями, да. Ну, а поскольку это основные аспекты, то, в общем-то, можно смело сказать, что в целом фильм хороший. Не шедевр, конечно, там какие-то бездны, новизны не развернутся там для зрителя, да. Но такой крепко сбитый середнячок, в общем-то, на фоне всего остального шлака, который выходил в последнее время, да, выглядит, как это, в положительном ключе выступает, да. Ну, что, наверное, уже само по себе неплохо. Поэтому даже если вас, вот лично того, там, кого-то, да, кто пойдет смотреть или потом скачает, там, или купит и посмотрит, да, и у него возникнут какие-то, какое-то отторжение на почве того, что в тех или иных местах сюжет отходит от оригинала, даже на этом фоне, я уверен, что это отторжение не будет настолько суровым, чтобы фильм показался полным говном, да. То есть, на мой взгляд, конкретно в данном случае отход от сюжета или тех или иных аспектов оригинальной истории более чем оправдан, потому что там уже откровенный бред в книге был в тех местах, да, и без него можно смело обойтись. Уж не знаю, как там получится у них со второй частью, да, но вот то, что я видел здесь, у меня строго вот такое впечатление сложилось, да. То есть, у меня даже нет желания там пойти перечитать, да, или прочитать и попунктно раздербанить там, там, сям и так далее, да. То есть, потому что это один из тех случаев, когда смысла, в общем-то, великого нет. Поэтому, несмотря на, не скажу вторичность, но отсутствие большой оригинальности в фильме, в целом смотреть его приятно. Любителям жанра должно понравиться. Клоун мерзотный, актеры хорошие, визуально красиво. И т.д. и т.п. Недостатки есть, но, в общем-то, в данном случае их можно простить. Поэтому, если не в кинотеатре, то так для общего развития, ну, не развития, для общего, когда нечего будет делать в какой-то момент, можно, ну, хотя бы скачать. Ну, или там Blu-ray, DVD опять купить, там, я не знаю, что-нибудь в этом роде. То есть, ну, посмотреть в какой-то момент имеет смысл. Ну, разок, да, потому что более чем один раз его смотреть не надо. Просто нет смысла. Такие дела. Так что в кинотеатр можно идти, в принципе, я думаю, не особо пожалеете о потраченных деньгах. Скорее всего, вообще не пожалеете. Так что так. А, соответственно, на сегодня все. Шатте лайкать видео, спалить его шитбэк в нашей книге для жалопопредложения. А наше сексет для комментов внизу. Подписывайтесь на канал. Ну, и до новых встреч в эфире, граждане. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова .